Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калин Красный. Сегодня у нас с вами не будет обзор на набор Лего или обзор на китайские мини-фигурки. У нас сегодня будет с вами распаковка вот этих замечательных китайских пакетиков желтеньких и беленьких и анонс моих будущих обзоров. Ну, объясню, откуда у меня вот такая большая кучка их скопилась. Я же обычно, как только мне что-либо приходит, я тут же снимаю на этот обзор, а тут такая вот куча всего. Плюс еще набор Лего интересный очень. Я, в общем, уезжал на море, отдыхал, накопился силы, новых свежих идей, немножко обдумывал все, чтобы контент выходил лучше и качественнее. И у меня за мое время, когда я отсутствовал, накопились наборы китайские, которые мне пришли, и еще один наборчик Лего накопились на почте. В общем, я сегодня пришел, забрал большую кучу вот этого всего добра. Ну, еще там куча много я заказывал, но это уже другая тематика. Вот, и сегодня мы с вами все это раскроем, посмотрим, что там мне пришло. Как минимум, это два пака по сериалу Локи и клоны Коммандос. Где-то здесь должны быть клоны Коммандос и еще там, по-моему, двигатели моторизированные для Лего техники. Вот, но давайте я начну сразу. Я начну с набора Лего, который вот здесь лежит. Я перед, мне практически перед моим отъездом пришел набор Лего. Очень интересный Лего раритет. Я, наверное, сделаю все-таки постоянную свою рубрику. Лего раритет. Я буду покупать с Авито интересные всякие наборы, которые у меня нет, которые я хочу взять себе и делать на них обзор. Я уже, в принципе, так делаю. Ссылки на предыдущий обзор будут здесь вот вверху. Можете их посмотреть. Это набор Лего 94-94. Очень интересное число у него, совпадение. Там у нас, по-моему, Экто-2 называется. Если я не путаю. В общем, это очень интересный наборчик. На него будет отдельный обзор. Я долго за ним гнался, схватил его прям по вкусу, на цене, в интересном качестве, с интересным набором фигурок. В общем, ребят, ждите обзорчик на этот Лего раритет. Очень интересная для меня моделька, потому что я коллекционирую такие истребители. Так, ну, его в сторону сразу. Вот. И давайте-ка начнем мы с распаковочки. С распаковочки. Начнем мы с вот этого пакетика. Что же у нас там? Честно, честно, не знаю. Потому что много чего заказывал. Много чего должно прийти. Ага. О, да. Это у нас китайские мини-фигурки, по-моему, от ВМ. Здесь у нас римский Центурион. Не просто, по-моему, обычные легионеры римские, а именно Центурион, потому что у него такая интересная, ну, шлем. Вот. С объемной броней, с крутыми аксессуарами. В общем, крутая мини-фигурка. Я их заказывал. Очень крутые, очень интересные. Или нет, ВМ они? Не помню, честно. Мне уже все кажется, что от ВМ, но нет. Вот. Потом это у нас Спартанец. Да, очень крутой. Офигенская фигурка. Сразу вижу, это прям круто. И женщина-спартанец. Тоже мне было интересно на нее посмотреть, как они ее сделают, как выполнят. У нее прикольненький вот такой вот пластик, пластиковый. В общем, так круто. Круто. Так, ждите, ждите обзор. Я, наверное, потом в конце, в конце, в конце объявлю о том, что в группе будет у меня конкурс. Конкурс, не конкурс, а этот. Опрос на то, на что сделать обзор впервые, быстрее. Так что, ребята, сразу вам скажу, вступайте в группу ВКонтакте, где мы укладываем обзор на Лего и его аналоги. В общем, в группу ВКонтакте ссылка будет здесь в описании. Вступайте, там всегда выкладываю всякие интересные новости по Лего и его аналогам. Так, здесь у нас... О, здесь много прям чего. Но здесь, наверное, Локи. Локи, Локи. А, нет, я ошибся. Это у нас клона Каманус. Ребят, долгожданная клона Каманус. Долгожданная вторая партия. Я знаю, вы многие хотели, вы прям многие ждали, чтобы я снял на вторую часть первая. Просто офигеть, как зашла у меня на канале. Очень интересные. Там очень много комментариев, по-моему, более ста. Я заказал, и вы знаете мою историю о том, что мне пришла вторая партия этих клонов, но пришла как бы первая. То есть мне пришли те же самые Каманус, которые я снимал обзор. Мне вернули за них деньги, но у меня они остались. Я их разыграл, и все успешно прошло. Ушли клоны Каманус с победителем. Я с ним списывался, он сказал, что все суперклассно. У него там тоже не до комплектности получилось, а наоборот ему китайцы больше положили, на один рюкзак больше. В общем, ну, наверное, я знаю, на что вы проголосуете, на них первыми. Я взял не всех, расскажу, из второго пака клонов Каманус. Не всех, потому что, ну, там некоторые, условно говоря, повторяются, они очень-то и неинтересные. А вот другие, например, как чисто черный клон Каманус и чисто белый, вот это прям, я считаю, опускает. На это интересно будет посмотреть. Так, сюда отложу. Так, дальше. Блин, я все жду Локи, но, наверное, вот это все-таки будет Локи. Просто я по Локи заказывал как ксиновские фигурки, так и от ВН. И, наверное, они все вместе будут. Но мне интересно, как видите, я даже, скорее всего, здесь все вместе. Здесь все вместе. А нет, а нет. Обалдеть, пушка. Это ксиновские... Ой, чуть ниже. Это ксиновские фигурки по сериалу Локи, и я вижу, что они офигенные. Они пушечные. Это прям огонь. Это огонь. Это огонь. Это админа. Ух, офигеть, они хорошие там. Молодцы, китайцы, молодцы. И, опа, сока упала. У меня просто есть вот такой небольшой трон. Я покажу вам. Я соорудил, чтобы фигурки. Любоваться на фигурке. Вот у меня есть. Гордость моей коллекции. Это этот старенький Энгельский локер. Здесь набор 75, 65, что ли? Или я путаю? В общем, он такой вот. Я модульский трон соорудил здесь. Там все. Вот. И здесь, здесь, ну, по идее, здесь может быть, кстати, быть и два сразу, две сразу упаковки, но навряд ли. Просто я заказал ВМовских локи от ВМ, и что-то где-то не пропали, что ли, может, здесь, не знаю. Давайте раскроем. Здесь, может быть, вообще что-нибудь другое будет непричастное к Легу. Потому что я скидаю, заказываю и непричастное к Легу тоже. Так, что здесь, что здесь? Нет, это двигатели, по-моему, да, это двигатели. Молодцы, как хорошо упаковали, положили. Пупырку, пупырочку. Да, это двигатели. Странно. Где же тогда лодки от ВМа? Просто так не вытащить. Окей, я понял. Итак, да, это у нас вот такие вот интересненькие два двигателя. Я их так немножко распакую. Это у нас двигатели для Лего Техник. Я начал ликаться Лего Техник. У меня есть один обзорчик на модельку. У меня, на самом деле, есть еще два набора. Это Лего Техник Макларен. Офигенная тачка, я ее еще не распаковывал. И есть еще один моторизированный Лего Техник набора. Там гусечная такая машинка прикольная со старыми. Именно вот этими электродвигателями. Я решил заказать еще, чтобы проверить работу. Посмотреть, как работают китайские. Вообще, в принципе, электродвигатели. Стоит их покупать или нет? Или только качественный Лего оригинал. В общем, здесь сервопривод и один L-мотор. Один тяжеленький такой мотор. Но для чего я их купил, это тоже будет позже. Потому что мне там еще кое-что интересное идет. В общем, ребятки, у меня здесь древнегреческие мини-фигурки. Потом у меня клоны Каманус. Потом фигурки по сериалу Локи. И Лего Техник от двигателя. Я, наверное, сделаю опрос в группе своей ВКонтакте. Ссылочка будет здесь первая в описании. Переходите, вступайте. Сделал опрос на то, что бы вы хотели увидеть первым в обзоре. Будут это старые древнегреческие мини-фигурки. Клон Каманус. Локи. Либо же Лего Техник моторы. Что вам интереснее, голосуйте. И то я первым выложу, сделаю обзор. Так, ну у меня на этом все. Надеюсь, вам понравился такой формат видео. Небольшая распаковка. Анбоксинг. Ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, колокольчик. И вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы укладываем обзор на Лего и его аналоги. Всем пока. Ребят, подписывайтесь на канал.